В детской и юношеской школе ЦСКА по фигурному катанию гордятся своими знаменитыми воспитанниками. Среди них чемпионка Олимпийских игр в Сочи Аделина Сотникова. Я рада, что я чемпионка, я не рада, что я победила именно на льду, и это очень здорово. Но смущается, что я очень стеснительная, и меня окружает такая толпа, и мне хочется вот так вот спрятаться, чтобы меня никто не видел. Хотя это очень такие волшебные ощущения. После того, как она отпрыгала все прыжки, я просто рыдала. Но там это было не видно и не слышно, потому что настолько был гул, звон, накричали все России, там кто-то Аделина кричал. Только настолько вот это все, столько эмоций было. Не пересказать, конечно, только одно сердце знает, наверное, материнское, как это что-то чувствуется в тот момент. И мы ревели, просто стояли, рыдали. Но когда она уже оценки получила, конечно, я понимала, что она какую-то медаль должна получить. Какую-то. Ну, не обязательно там золото было, даже если бы она что-то там получила. Мы тоже были бы очень, обезумно рады. Но коль она и дотянула до золота, это вообще счастье без границ. Открытые первенства специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва ЦСКА традиционно собирают одаренных юных фигуристов из различных городов страны. И дети, и их родители прекрасно понимают, что фигурное катание – это огромный труд. И заметные достижения здесь невозможны без полной самодачи и преданности спорту. Еще заслуга я маме, ну и папе, ну и больше всего мамина, потому что если бы она меня не поднимала, не одевала с кровати, в кровати, я бы, не знаю, я бы хотела, но она бы попозже только поняла, что я это хочу. Но когда я приходила, я даже не капризничала ничего, потому что я хотела. Хоть в 6 утра было, но все равно я тренировалась. Как бы мама мне в кровати одевала, а все равно я каталась. Но она была очень отрадолюбивым ребенком с детства. Она сама, ее как бы, вы знаете, ей только скажешь, вот допустим, там, Хадрин, там, надо. И она вот уже делает, она как пионерка, вы знаете, я должна это сделать. История детско-юношеской школы ЦСКА по фигурному катанию берет свое начало с великого тренера Станислава Жука. Его воспитанниками были легендарные Ирина Рыднина и Александр Зайцев, Марина Черкасова и Сергей Шахрай, а также Александр Фадеев. Юные воспитанники школы мечтают о новых победах, особенно если действующий чемпион продолжает заниматься рядом с ними. Мне это очень приятно, что дети вот именно как сейчас меня встретили, потому что они уже давно на меня так смотрели с такими глазами, когда я еще не была олимпийской чемпионкой. Они уже так меня смотрели, желали удачи. Это, конечно, очень приятно. А сейчас, когда они меня встретили, это, конечно, очень круто. И я очень надеюсь, что наши вот маленькие звездочки будут стремиться к тому, к чему стремилась я. И я им только желаю удачи. Музей спортивной славы ЦСКА. Сегодня здесь торжественный день. День и фигуристы собрались здесь, чтобы принести клятву верности армейскому клубу. Не жалея сил, защищать честь клуба и вооруженных всей России на соревнованиях. Быть готовым к защите Отечества. Клянемся! Клянемся! Станут ли эти ребята профессиональными фигуристами, покажет время. Однако уже сейчас их цель, устремленность и желание побеждать вызывают неподдельное восхищение и уважение. Продолжение следует...